Илон Маск назвал стоимость билета на Марс. Прототип электромобиля Mercedes-Benz преодолел более тысячи километров без подзарядки. Беспилотные внедорожники учатся езде по пересеченной местности без карт и GPS. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, вы на канале Instarting Новости. Досмотрите это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Илон Маск порассуждал на тему цен на билеты полета на Марс. По мнению миллиардера, 100 тысяч долларов вполне приемлемый ценник для многих. Маск отметил, что цена будет основана исходя из экономической целесообразности. Миллиардер не исключает, что некоторым потребуется продажа своего имущества, чтобы посетить Марс. В этой сумме пока не рассматривается возможность вернуться на Землю после посещения Марса. Маск уверен, что ради сохранения жизни человечество должно стать мультипланетарным видом. А на Марс, для основания там независимой колонии, нужно доставлять мегатонны грузов каждый год. Еду, воду, инструменты, строительные материалы и системы жизнеобеспечения. Когда осенью 2020 года компания Mercedes-Benz начала обсуждать возможности экспериментального электромобиля Vision EQXX, то ему приписывалась способность проезжать на одном заряде до 1200 километров. Позже этот показатель в рекламных материалах сократился до 1000 километров. Но недавно он был подкреплен результатами эксперимента. Электромобилю удалось проехать без подзарядки 1008 километров по реальному маршруту, который начинался в Германии, проходил через Альпы и завершался на южном побережье Франции. На преодоление этого расстояния ушло 11 часов 32 минуты. К концу путешествия оставался заряд, достаточный для преодоления еще 140 километров. Так что первоначальные прогнозы касаемо запаса хода не были так уж далеки от реальности. В компании гордятся тем, что прототип электромобиля способен расходовать не более 8,7 киловатта часов на 1000 километров пути. Это позволяет обеспечивать достойные пробеги без подзарядки с аккумуляторами умеренной емкости и массы. Показатели энергоэффективности данного прототипа в два раза превосходят возможности серийных электромобилей Mercedes-Benz и аналогичным образом отличаются от характеристик самой дальнобойной версии Tesla Model S. Среди собственных электромобилей Mercedes-Benz с наибольшим запасом хода обладает модель EQS. Этот показатель составляет 768 километров. Применяемые в Vision EQXX инженерные решения найдут применение в серийных электромобилях в течение двух или трех лет. Не отходя от кассы, хочется представить вам флагманскую новинку Mercedes-Benz. Это электрический кроссовер EQS SUV. В продажу поступят 5 и 7 местные версии авто, способного преодолевать без подзарядки более 600 километров. Ожидается, что новинка от Mercedes станет полноценным конкурентом другим премиальным электрокроссоверам, таким как Tesla Model X и BMW iX. Во многих отношениях представленный электрокар представляет собой более массивную версию седана EQS. EQS SUV получил пневматическую подвеску Airmatic, которая позволяет авто приподняться на дюйм. Основное различие между седаном и внедорожником EQS в том, что второй массивнее, хотя обе построены на основе одинаковой колесной базы длиной 3,2 метра. При этом кроссовер почти на 20 сантиметров выше седана. Производитель не озвучил некоторые характеристики новинки, в том числе время разгона до 100 километров в час. Как и седан, EQS SUV поддерживает технологию Plug and Charge, а значит может заряжаться от разных общедоступных станций в США и Европе без необходимости осуществления дополнительных действий вроде подписки на услугу зарядки. По данным производителя, батарея заряжается с 10 до 80 процентов за 31 минуту при использовании станции постоянного тока мощностью 110 киловатт или выше. Производитель не уточнил сроки начала поставок электрокроссоверов, а также розничную стоимость электромобиля. Предполагается, что его цена будет находиться в районе 110-130 тысяч долларов. Разработчики из Вашингтонского университета первыми выложили видео подготовки к испытаниям, на пересеченной местности, в ходе которых автопилот полагается исключительно на сенсорные системы без карт и GPS. Инженеры показали движение внедорожника по испытательной трассе. Команда Вашингтонского университета использовала автомобиль Polaris RZR S4000 Turbo. В качестве датчиков для передачи информации о трассе программным модулям автомобилей используются наборы камер, лидаров и радаров. Программа Racer предполагает ориентацию автопилота внедорожников на местности без доступа к сигналам GPS и к точным цифровым картам. За прошедшие годы мы увидели ряд дронов, предназначенных для захвата других дронов. Один из последних, метко названный Дрон-Инспектор, использует съемные пропеллеры, тянущие сеть, чтобы выполнить свою работу. Устройство, разработанное литовским хакером Алексеем Зайцевским, представляет собой квадрокоптер с очень высоким соотношением мощности и веса. Эта характеристика позволяет дрону быстро взлетать, достигать проблемного дрона-мишени и кружить вокруг него, чтобы хорошенько его рассмотреть. В последнем помогает бортовая камера, передавая видео в реальном времени наземному оператору. Как только будет определено, что другой дрон действительно должен быть сбит, перехватчик дронов размещается под ним. По команде пилота его четыре пропеллера быстро разгоняются и отсоединяются от рамы. Одновременно с этим освобождается набитая кевларовая сетка, в которой прикреплены пропеллеры. По мере того, как пропеллеры продолжают лететь вверх, они раскрывают сеть между собой так, что она обвивается вокруг другого дрона. Теперь, когда его собственные винты зажаты сетью, этот дрон продолжает падать на землю. Основная часть дрон-инспектор также падает, хотя при этом она подвешена на автоматически раскрывающемся парашюте. Она также издает громкий звуковой сигнал во время спуска, что упрощает его извлечение для повторного использования. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте мой лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте жать колокольчик. Также подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки вы найдете в описании. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был как всегда Андрей, канал InStarting Новости. Не переключайтесь, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok